Блокировка звонков и сообщений на Android Такая необходимость у нас периодически возникает для того, чтобы назойливые абоненты, которые мешают нам работать или отдыхать, не могли дозвониться до нас. Мы можем выполнить процедуру занесения таких абонентов в черный список. Причем сделать это можно как используя непосредственно ваш Android смартфон или планшет, то есть его встроенные возможности, так и сторонние приложения, которых на сегодняшний день достаточно большое количество есть в Google Play. Итак, если говорить о встроенных возможностях, то здесь нужно понимать еще очень важный момент, который связан с тем, что практически все производители смартфонов или планшетов на операционной системе Android дополнительно поверх той или иной версии Android устанавливают свой интерфейс, так называемый UI, юзер интерфейс, который имеет коренные отличия в зависимости от того, какое устройство перед нами. То есть, например, у производителя Samsung свой UI, у LG свой, у Xiaomi свой, ну и так далее. И, соответственно, в связи с этим могут отличаться некоторые возможности такого способа блокировки нежелательных абонентов. У каждого из этих производителей это может происходить по-разному, а в некоторых случаях такая функция, встроенная в смартфон или планшет, просто может отсутствовать. Ну, в любом случае, вот мы посмотрим, как теоретически это делается. То есть, нам необходимо запустить приложение «Контакты», которое присутствует в нашем устройстве, и выбрав тот или иной контакт, который мы хотим заблокировать или отправить в черный список, мы нажимаем вот здесь «Троеточие», и у нас откроется контекстное меню, в котором мы будем иметь возможность выбрать большое количество разных функций, и, в частности, нас интересуют функции непосредственно блокировки входящего вызова. То есть, вот в моем случае, в моей версии «Юзер интерфейс» на моем планшете, мне доступна только вот такая функция. Я ставлю галочку, и с этого момента данный абонент не сможет мне дозвониться. Однако, это не касается, как вы понимаете, смс, то есть, соответственно, он сможет мне писать смс. То есть, в моем случае, как бы, блокировка или добавление абонента в черный список происходит не полностью. В некоторых устройствах, например, на Samsung происходит полная блокировка, то есть, нам достаточно таким же способом вызвать контекстное меню, как я показывал, зайдя в «Контакты», и у нас будет доступно добавление абонента в черный список сразу. И это будет подразумевать и звонки, и смс-сообщения, и так далее. То есть, это, как бы, вот те возможности, которые мы можем использовать без необходимости устанавливать на наш смартфон или планшет какое-то дополнительное программное обеспечение. Если у нас такой функции нет, ну, или по каким-то причинам мы считаем ее не совсем удобной, то мы можем обратиться в Google Play. Здесь достаточно большое количество различных приложений, бесплатных. В частности, я хочу продемонстрировать одно из таких, оно называется «A Blacklist Light». Это приложение отличается простотой и удобством. То есть, я попробовал некоторые другие приложения и убедился в том, что это приложение выполняет свои функции более просто, чем некоторые другие. Итак, мы скачиваем и устанавливаем это приложение, запускаем его, и дальше работает оно очень просто. Нам доступно здесь несколько настроек, несколько элементов. В частности, поскольку у нас речь идет о том, чтобы добавить какого-то абонента в черный список, мы этот вариант и выбираем. Вот он, Blacklist. Мы видим, что здесь у нас уже добавлен один абонент, и мы сейчас добавим к нему еще одного. Мы выбираем здесь, как бы, этот пункт, нажимаем на плюсик, и у нас откроется вот такое меню, в котором мы можем добавить либо номер, который мы знаем по памяти записать, или же, если этот номер у нас находится в телефонной книге, то мы можем выбрать этот вариант. Например, мы выбираем вот такого абонента. Здесь у нас открывается еще одно окошко, в котором мы можем настроить вот эту блокировку. То есть, в данном случае, по умолчанию, у нас только входящие звонки. Но мы можем добавить сюда еще входящие смс, а также исходящие звонки и смс, ну и так далее. После того, как мы настроили данного абонента по нашему усмотрению, то есть блокировки вот таким образом, как нам удобно, нам нужно нажать вот здесь на пиктограммку дискетки, что будет свидетельствовать о том, что номер добавлен в черный список, и теперь этот абонент не сможет выполнять, вернее, он звонить нам сможет, но он не сможет нам дозвониться и не сможет нам, соответственно, докучать. Вот, как вы видите, все очень просто. И, соответственно, если нам необходимо заблокировать входящие звонки от тех или иных абонентов, то сделать это на операционной системе Android очень и очень просто. С вами был канал Все о планшетах, всем пока, и помните, что любую проблему можно решить, главное знать как.